Здравствуйте дорогие друзья сегодня я хочу осветить вопросы скорости интернета очень часто клиенты меня спрашивают что такое скорость какой тарифный план выбрать где эту скорость посмотреть и что это вообще много или мало 20 мегабит 40 мегабит 100 мегабит часто идет непонимашка когда я говорю что у вас медленный интернет они мне говорят как же у меня же кабель я подключаю показывать 100 мегабит вот я хочу по всем этим вопросам пробежаться чтобы стало понятно скорость которую мы видим в углу если откроем центр управления сетями то здесь нам покажут 100 мегабит секунду эта скорость не соединение с интернетом это скорость всего лишь от компьютера на котором я нахожусь до роутера я тут накидал схемку специально это пример домашней сети и как она попадает в интернет я конкретно рисовал свою сеть давайте посмотрим принтер у меня есть компьютер есть ноутбук ну и там к примеру планшета смартфона и так далее все это соединяется с роутером вот когда нам windows показывает скорость соединения он показывает скорость именно между компьютером и роутером она как правило 100 мегабит если у вас крутой роутер в нем гигабитные порты то есть 1000 мегабит соответственно у вас будет соединение 1000 мегабит если сетевая карта на компьютере поддерживает эту скорость если роутер имеет такие порты вайфай устройства с ними все хитрее у них много стандартов скорости передачи данных если у вас совсем древние устройства они работают этот стандарт г вся 4 мегабита в секунду если у вас современные какие-то аппараты то это стандарт н или отце там уже 300 может быть даже 600 мегабит но это очень очень редкий случай как правило большинство моих клиентов сидят на роутерах это 150 мегабит иногда 300 иногда 54 если роутер старый его давно не меняли роутер соединяется с оборудованием провайдера не напрямую а через свитч который как правило расположен либо на последних этажах зданий где-нибудь под крышей находится либо в подвале стоит большое или на первом этаже стоит большой железный ящик и там вот это стоит оборудование непосредственно управляемые свечи дальше от свеча идет кабель провайдеру это как правило оптика это 1000 мегабит или выше у всех крупных провайдеров потому что в доме много абонентов если каждому отдать по 100 мегабит то соответственно 10 абонентов уже 1000 поэтому провайдеры стараются пожирни там себе канальчик оставлять а вот дальше уже оборудование провайдера определяет кто вы есть по вашему логину и паролю или по mac адресу или по ip адресу в общем как-то вас индифицирует что вы это вы что у вас есть определенный тарифный план и дальше она вам уже скорость обрезает до определенного уровня тарифного плана при 40 мегабит но фишка в том что есть очень много причин почему у вас на 40 мегабит может реально не быть соединения с интернетом потому что может быть медленный сайт в интернете конкретно сайт он тупит и он вам плохо дает трафик соответственно у него заходите у вас интернет быстрый сайт медленный второй вариант это когда сервер на котором расположен сайт находится у такого провайдера у которого медленный интернет то бывает редко но бывает либо сайт физически находятся на сервере который где-то далеко например не знаю в австралии соответственно каналы туда не очень скоростные пользователей желающих много в определенный момент времени они могут забиваться дико тормозить то есть вариантов тормозов может быть очень много дальше перейдем к тому что же такое 40 мегабит и как это вообще понять то есть например у меня есть тарифный план вот убилайна 40 мегабит в секунду что это такое вообще информацию мы меряем мегабайтами но так сложилось что скорости меряются мегабитами это все легко пересчитывается мы берем эти 40 мегабит делим на 8 и получаем мегабайты в секунду получаем 5 мегабайт в секунду что такое 5 мегабайт в секунду много ли это или мало опять же возникает такие вопросы для примера пойдем на торрент tracker я тут в поиске поискал фильм матрица матрикс смотрим самые популярные закачки это фильм объемом полтора гига и 435 гига сейчас прикинем сколько это будет по времени скачивания то есть к примеру возьмем 145 это у нас получается 145 в гигабайтах чтобы получить на в мегабайтах мы умножаем на 1024 получаем 1484 мегабайт я посчитал что моем тарифном плане я качаю максималку 5 мегабайт в секунду это при всех лучших условиях то есть когда сайт не тормозит когда пользователей на моем канале сидит немного смысле интернет канале и идеальное время просто бывает так что у некоторых провайдеров вот этот вот каналчик маленький то есть ну вот вот это место а пользователи здесь таких вот роутеров да с разными компами дофига и поэтому например субботу вечером или в пятницу вечером все пришли домой все захотели зайти на youtube посмотреть видео покачать фильмы нам не за детям включить мультики и все и сеть провисла и реально вместо вот этих вот 40 мегабит управляет провайдер вам отдает 10 15 несмотря на тарифный план 40 это тоже мы сейчас посмотрим я покажу как протестировать скорости интернета так вернемся к нашим барашкам 1484 мегабайта мне надо скачать я качаю пятерку в секунду соответственно легкое калькулирование нам дает делить на 5 нам дает 296 секунд или поделим на 60 получается 494 но по сути это примерно 5 минут соответственно также можно пересчитать ну то есть это стандартный фильм небольшого качества там даже может быть не 720p а поменьше мы качаем пять минут если мы хотим что-то чуть-чуть погламорней то есть это уже где-то качество прямо 720p 435 435 мы умножаем на 1024 получаем мегабайты нам надо скачать и мы их скачаем мы их поделим на 5 и мы их еще раз поделим на 60 то у нас выйдет примерно 15 минут это в плане скорости скачивания например видео но если вы очень гламурный захотите вылить там 12 гигов соответственно можете пересчитать что если у вас 4 гига качается 15 минут то 12 гигов вот будет качаться 3 раза больше то есть 45 минут зависит опять же уже от сайта и от тех кто вам этот фильм раздает это если вы качаете с торрента по скоростям понятно например по сайтам чтобы проверить скорость скачивания в сайтах я использую браузер вивальди можно посмотреть по нему на 40 мегабитах в принципе я не ощущаю скорости загрузки насколько сайт тупит не тупит насколько он долго грузится например у нас есть тариф 10 мегабит даже я бы взял еще меньше давайте возьмем за это два мегабита такой мучительный тариф замену соответственно два мы делим на 8 получаем 025 мегабайта в секунду это равно 250 килобайт это представим что мы один абонент а если у нас еще там есть планшет и там пару ноутов то это вообще большая большая задница наступает заходим на конь сайт типа mail.ru смотрите вот в этом месте сейчас достаточно быстро попробуем какой-нибудь пожирнее сайт ulmar.ru просто очень скорость большая видите 24 мегабайта он еще прогружается 2 и 4 мегабайта вам надо выкачать да что ж такое то завидую американцам представьте им никогда не надо переключать раскладку на клавиатуре вообще никогда никогда вот так вот не ошибаются писать и сколько времени экономится в масштабах целой страны на переключение вот этой ошибки переключения раскладки к набрал и не на том 24 мегабайта мы делим на 025 мегабайта в секунду получаем девять и шесть секунд чтобы вы прочувствовали да что такое 9 и 6 секунд сайт у нас грузится раз два три четыре пять шесть семь восемь девять десять это грузится одна страничка то есть понимаете да что в текущем мире это при таких жирных огромных толстых сайтах как например юмор то это магазин там какой-нибудь city link может быть чуть чуть быстрее сейчас попробуйте яндекс 260 килобайт вот яндекс при такой скорости разгрузился по одну секунду хотя в принципе тут еще и обработка в браузере идет то есть еще какие-то секунды сверху докидываются вот видите четыре мегабайта но видимо просто юмор тормозил больше больше нам отдал дольше нам отдавал данные city link четыре с половиной загрузился быстренько хотя юмор вроде был 2 и 4 мегабайта да но грузился гораздо дольше 2 и 8 6 и 2 вот мы просто не увидели слишком быстро до грузился 6 2 мегабайта поэтому на сегодняшний день тарифы меньше чем 8 мегабит то есть чтоб у нас один мегабайт в секунду грузился но это просто финиш это мучительно и страшно и ужасно и так по подсчетам я думаю все примерно понятно дальше как понять что провайдер вас не обманывает что показать реальную скорость есть сайты на которых можно померить скорость интернета очень известный сайт называется speedtest но мне он не нравится по причине что многих провайдеров есть свои модули speedtest они ставят и как правило на провайдерской страничке там где есть кнопка проверить скорость она ведет на их провайдерский speedtest то есть получается что замеряя таким образом скорости вы по сути меряйте скорость между своим компом и провайдерским оборудованием на котором этот speedtest и крутится вы замеряете вот эту вот линию а дальше в интернет нет проверяйте интернет не на сайте провайдера просто заходите на тот же самый speedtest выбирать отдельно на сайт выбирайте какую-то другую точку но желательно опять же крупный город потому что если взять какой-нибудь там благое или там не знаю смоленск или псков у вас и а вы сами находитесь прямо возле москвы то у вас может быть очень много промежуточных элементов которые приведут к потерям скорости и вы не узнаете свою реальную поэтому лучше крупные точки крупных провайдеров ну для москвы например карбина или ростелеком то есть видите при тарифном плане 40 мегабит мне билайн а то есть бывшая карбина отдает ну 42 43 мегабит это сначала меряется скорость загрузки потом меряется скорость выгрузки то есть это как данные качаются камни на комп а это данные как качаются от меня в интернет это полезно когда вы крупные файлы куда-то выливаете например я сделал ролик он весит гигабайт и и мне его нужно вылить на youtube некоторые провайдеры делают асинхронную скорость то есть к вам может быть закачка быстрая 40 мегабит от вас может быть оплот вообще малюсенький там при 5 мегабит большинству пользователей это никак не мешает жить а если вы какие-то данные скидываете в интернет постоянно крупных размеров вам будет мучительно конечно пинг это по сути запрос ответ до сервера чем больше у вас промежуточного оборудования различного различных мест местных провайдеров магистрального оборудования тем у вас пинг дольше поэтому когда вы играете вам пинг очень важен и критичен потому что если у ваших соперников пинг маленький у вас пинг большой соответственно они будут успевать быстрее взаимодействовать с игрой чем вы то есть вы будете как бы немножко тормозом постоянным и они вас будут побеждать поэтому пинг важен в основном для гейминга дальше есть еще хороший сайт называется тест скорости точка ру он мне нравится чуть больше чем спид тест сейчас мы смотрим что нам покажет опять же странно да пинг 11 миллисекунд но я здесь могу выбрать точку до которой я меряю интернет ну скорость интернета а здесь я не могу выбрать точку он сам выбирает каким-то собственным соображением и вот эти пинг уже отличается то есть до какой-то определенной точки с которой работает тест скорости точка ру пинг 51 а вот для московского центр телекома я мерил через спид тест от около у меня пинг 11 получился видите download до себя мне намерил гораздо меньше 21 мегабит и 44 upload еще мне очень нравится если у вас медленный компьютер или вы хотите зайти с мобильного устройства или с ноутбук который тоже не очень быстрый чтобы вот это вот лишнюю инфографию как бы графику всю красивости не загружать опять же флэш тут загружается то есть самый простой вариант это яндекс интернетометр очень классный сайтик очень хорошо меряет и дает еще какие-то понятные параметры пришли ваше разрешение экрана или каким браузером вы зашли или ваш айпишник а внизу еще дает местоположение где вы находитесь ведь у меня город отмечается плюс счетом windows какой вы используете ну в общем много дает параметров это в принципе все данные которые ваш браузер отдают за вас вот смотрите яндекс мне намерил что входящие соединение 38 мегабита исходящие 71 и он их уже перевел мегабайты в секунду чтобы было понятней на этом на сегодня у меня все я рад если мое видео вам чем-то помогло пишите вопросы в комментариях буду рад ответить или снять дополнительные видео всем спасибо пока до новых встреч а